Дорнада Энерджи! Итак, ребят, сыграл я сегодня на абсолютно всех премиум танках восьмого уровня, тяжелых. Давайте подводить итоги. Что я могу сказать тебе? Старая машина, но до сих пор актуальная. Бронированная башня позволяет впитывать в себя абсолютно все снаряды до того момента, как ты доворачиваешь башню. После того, как ты хоть немножко довернул башню, из-за того, что у нее картонные бока у этой башни по 80 мм, танк сразу же прошивается насквозь почти любыми пушками, начиная с седьмого уровня. Поэтому машина воюет только лицом. Лицом и бортом корпуса. Нижний лист очень картонный, пробивается всеми, кому не лень, даже с пушек 170 мм. Из-за чего на льве очень плохо ехать кого-то пушить. Офигенно точная пушка, которая позволяет попадать даже белке в глаз. Время сведения долгое, длиною в жизнь. И хорошее бронепробитие. Короче, лев отличный снайпер и отличный позиционный воин. Скучный геймплей. С точки зрения фарма машина хорошо фармит. С точки зрения интересности игры на ней не особо интересно играть, потому что машина медлительная. Комфортно ли она фармит? Да, комфортно. Так что я дам, наверное, этому танку 7 из 10 баллов. ИС-6. ИС-6 машина очень хорошая. Очень прям хорошая. Потому что это льготный защитник. Если ты правильно, грамотно умеешь доворачивать корпус. За счет своей скорострельности он может выбивать хп из любого танка. Он может перестрелять защитника, он может перестрелять там какого-нибудь ВЗ-111. Он может перестрелять льва тупо за счет того, что у него отличная скорострельность. Его главные минусы. Это точность. Но учитывая то, что работает советская вертуха, я не знаю, как она работает на этих танках, но она работает. Эта машина крайне привлекательная в текущем рандоме, если ты играешь на голде против танка 8 уровня и выше, и если ты играешь на ББшках против танков 7 уровня и ниже. Танк голдозависимый. Как он фармит? Хорошо или нет? Фармит плохо. Интересно на нем играть или нет? Да, на нем играть интересно. Броня танкует, пушка скорострельная, качественная и минус 6 УВН вполне себе позволяют быть универсальным. Но если мы рассматриваем эту машину с точки зрения фарма, а не нагиба, то я бы ее не рекомендовал. Если вы заряжаете фуу голду и едете нагибать, машина вполне себе хороша. Поэтому если мы смотрим по фарму Лев 7 из 10, с точки зрения нагиба и интересности это 5 из 10, то здесь все меняется. ИС 6 фармит где-то на четверочку из 10, а нагибает на семерочку из 10. ВЗ 111. Плохой у меня бой первый получился, второй очень даже ничего. Машина крайне хорошая, мне она нравится по причине того, что здесь она совмещает в себя геймплей среднего танка и тяжелого танка. Хороший пробивной кумулятив, который позволяет именно нагибать, потому что опять же это голда. С точки зрения фарма, опять же, наверное, я бы не рекомендовал эту машину, потому что низкое бронепробитие, 186 мм. Точно так же, как ИС 6, хорошо нагибает семерки на ББшках, потому что они вас просто пробить не могут, а на голде хорошо убивает танки 8 и 9 уровня. Опять же, машина точно такая же, как ИС 6, кроме того, что у нее хуже бронированный борт, но лучше бронировано лицо. И более комфортная пушка в плане точности, стабилизации и кумулятивного снаряда и игры против танков 8 уровня и выше. Поэтому я бы сказал, что точно так же, как ИС 6. 4 балла фарм, 7 баллов нагиб. КВ-5. Машина абсолютно не актуальна в текущем рандоме, танк абсолютно бесполезен, 7 уровни ему ничего не могут сделать, а 8 уровни его пробивают просто насквозь. У танка хороший ДПМ, отсутствует броня, как таковая. На нем можно танковать, все зависит от умения врага, а не от твоего персонального скилла. Фармить на нем, я бы не сказал, что здорово. На нем можно фармить, можно выбивать по 2500, например, среднего урона. За счет того, что у тебя высокая скорострельность, на нем крайне комфортно убивать средние танки. Но если мы рассматриваем эту машину именно как универсального фармера под все сетапы, под все карты, то нет. КВ-5 точно не подходит. Слишком голодозависимая машина. Поэтому с точки зрения нагиба 4 из 10, с точки зрения фарма 3 из 10. Ну, прям вот не очень. ФЦМ. Тяжелый французский танк, который был раньше очень сильно популярен за счет того, что у него было высокое бронепробитие базовым бронебойным снарядом. Высокая скорострельность, неплохая точность. Машина себя утратила от слова совсем, потому что сейчас очень сильно машины роляющие в позиционках. У тебя должна быть хорошо бронированная башня, четкий бронированный корпус для того, чтобы когда ты ворвался, ты мог отыгрывать. Например, бортовая броня, лицевая броня. Короче, хоть что-то должно быть бронировано. У этого танка нет брони, и альфы у него не так много. Скорее, ФЦМ это средний танк, нежели тяжелый танк. Поэтому если мы говорим об интересности игры на этой машине, на ней играть, я не знаю, сложно. Просто сложно. То есть я не могу сказать это неинтересно или интересно. На ней играть сложно. Если ты любишь трудности, машина хороша. Если не любишь трудности, ну тогда машина для тебя будет прям неинтересна. Фармить на нем, опять же, не особо интересно, потому что это сложно, как я уже сказал. А если сложно, ты будешь приходить на фарм, как на работу. Поэтому с точки зрения нагиба и фарма, ну, фарм я думаю здесь на двоечку, нагиб думаю на пятерочку. Дальше, по технике. 112. В принципе, то же самое, что в З111, только хуже. 112 мне меньше нравится, потому что он медленней, и у него более косая пушка. То есть пушка еще косее, чем у в З111. Хуже стабилизация, но лучше броня. Точно так же. 4 балла фарм, где-то баллов 5-6 нагиб. Мне лично не нравится. Следующий танк. Сомо СМ. Идеальная машина в текущем рандоме для фарма. Почему? Объясню. Много брони. Танк хоть и медленный, но обладает барабаном. Снаряд дорогой. 1030. Но машина это ближнего контактного боя. То есть клоуз баттлов. Если ты приезжаешь к какому-то танку в лицо, ты раздаешь в него сразу же весь свой барабан за счет того, что у тебя разрядка барабана около 10 секунд. То есть не около 10 секунд, а будем более точными. 9 секунд. За 9 секунд ты выдаешь 1500 урона. После этого ты можешь сменить локацию. Ты много можешь подумать над тем, куда тебе следует переместиться. Следует ли тебе вообще куда-нибудь уезжать. Что тебе следует сделать на карте. У тебя много времени, потому что ты перезаряжаешься. Твое главное преимущество это углы вертикальной наводки в минус 10 градусов, много брони и быстрая разрядка барабана. Высокое бронепробитие позволяет тебе быть актуальным на любой стадии боя против любых противников. Барабан позволяет тебе ловить другие танки на катки и их уничтожать. Короче говоря, с точки зрения фарма машина на 8 из 10. С точки зрения нагиба машина на 8 из 10, потому что медленная, поэтому не 10 из 10. Если мы говорим об интересности игры на этой машине, да, на нем реально интересно играть. Медленно, уныло, но интересно, потому что есть барабаны. 7 из 10. Машину прям вот рекомендую, если она будет в продаже или там в трейдине. Это клевая тачка. Истрис мамкины зарплаты или Истрис механизм заряжания, если мы говорим по-нормальному. Машина лучше в PvP, потому что обладает барабаном на 1170 урона и обратной дозарядкой. То есть первый снаряд в магазине, который заряжается, он заряжается быстрее всего. После того, как ты выстреливаешь весь свой барабан, а ты его можешь спокойно выстреливать весь с пробитиями, потому что у тебя 220 мм подкалибер, который спокойно тебе позволяет перестреливаться с танками 8 уровня и ниже, не используя голду. А танки типа ТС-5, ВК-101П или танки 9 уровня, изи, шьются голдой. Легко. Стабилизация не фантастическая, разброс не фантастический, но это компенсация за барабан. Ты раздаешь весь свой барабан, у тебя много попыток, тебе не обязательно каждый раз подставляться, чтобы наносить миллион урона. Твои миллионы урона наносятся буквально за 6 секунд. Ты можешь использовать этот танк в качестве циклического, в качестве барабанного. В ПВП ты убиваешь абсолютно любой танк, если ты не закосячишь ни одного выстрела, и он тебе снимет максимум половину очков прочности, тупо за счет того, что ты долго перезаряжаться будешь свой первый снаряд. Ну как долго, быстро, так же как и С-3. Поэтому я считаю, С-3 с МЗ одним из лучших премиумных танков вообще на данный момент в игре. Я на нем держу 3100-3200 урона, и если эта машина будет доступна, а мне кажется, она будет доступна только на Новый год, потому что машина крайне офигенная, она вносит слишком много дисбаланса в рандом. Поэтому если будет возможность, опять же, наверное, рекомендую брать. Следующий танк АМХ М4-49Л. Обычный АМХ М4-49, будем его так назвать. Это вот эта вот машина, АМХ М4-49. Танк очень сложный в использовании. Не каждому игроку, который даже умеет играть, эта машина придется по душе, потому что у нее картонный борт. Нужно постоянно выбирать маршруты так, чтобы тебя не пристрелили в бортину. Нужно учиться ставить корпус так, чтобы ты мог закрывать свои слабые зоны слева и справа щечки, а также башенку командира пушкой, потому что пушка является одним из элементов брони, поскольку она материальная. Она может блокировать снаряды. И эта машина обладает такой же пушкой, которая стоит у нас на СОМО-СМ. 232 мм бронепробития, хорошая точность, в отличие от СОМО, вместо 0.4 и 0.36. Долго сводится, но хорошая стабилизация у танка. В плане орудия здесь все вообще чики-пуки. Но броня здесь есть только лицевая. Она хорошая, но эта броня не танкует ПТ-САУ 8 уровня, танки 9 уровня на голде. И эта машина очень сильно уязвима в плане голды. Если против тебя заряжают голду, то тут ты, увы, не потанкуешь. Придется использовать чисто пушку. Нравится мне этот танк или нет? Мне он нравится, потому что он сложный. Мне это нравится, это для меня интересно. Давайте теперь по фарму. Фармит он хорошо на восьмерочку. Интересно на нем играть или нет? Я думаю, интересно где-то на баллов 6. Потому что сложный танк, не всем придется по вкусу. 55% и выше. Вот эту машину можете брать, можете ее там обсасывать, обкатывать. Она, я думаю, вам придется по душе. Но придется, как на колеснике, привыкнуть и научиться играть. И тогда она прям будет хороша для вас. ЛБЗшки делаются спокойно, танкование тоже спокойно. Главное обязательно поворачивать башню после того, как вы стрельнули и закрывать пушкой слабые зоны. Это прям обязательно must-have, учитесь это делать. В плане комфорта игры, четверочка. Некомфортно на нем играть, сложно, сложно. Не всем придется по душе. Фармит на восьмерочку, интересно играть где-то на семерочку. Комфорт, ну я бы не сказал, что комфортная машина, сложно. Кайрнарван Экшен Икс. Танк, который напрямую зависит, его использование напрямую зависит от уровня мастерства хозяина. Машина не обладает бортовым бронированием. Верхний бронелист, нижний бронелист абсолютно точно можно сказать, что картонный. Башня у нас стоит от Центуриона Экшен Икс, среднего танка 10 уровня. Пробивается голдой всеми, кому не лень. Без голды ее тяжело пробить с ту башенку, только если в башенку. Пушка хорошая, комфортная. Машина достаточно быстрая, хорошая по подвижности за счет удельной мощности двигателя. Отличный у этого танка обзор в 380 метров. Все вроде бы неплохо, но есть свои минусы. Как я уже сказал, сейчас роляют позиционки. Эта машина вроде бы может играть в позиционках. Углы вертикальной наводки у нее минус 10 градусов, что позволяет этому танку быть актуальным на всех картах, он универсальный. Но проблема заключается в том, что у тебя низкая альфа, 230 урона и снаряд дорогой. Он дорогой, 680 кредитов. Чтобы вы понимали, если мы возьмем, например, какой-нибудь... Ну какой мы возьмем танк? Т-26, вот, Т-26Е5. У него снаряд пробивает столько же, урона наносит на 10 единиц больше, а стоит 255 миллиметров кредитов. При том, что у этого танка... У этого танка подкалибер основной снаряд. А у этого танка ББшка. С одной стороны это хорошо, но с другой это хуже. Но он дороже. Он реально намного дороже. Плюс у него еще очень много... Точнее, очень мало снарядов. И это плохо. Короче, машина специфическая. Интересно ли на ней играть? Я бы сказал, на пятерочку интересно. Фармит эта машина скудно, где-то на четверочку. А нагибает она прям вот на баллов 8-9. Нагибает хорошо. Но против танка 8 уровня и тебе нужно четко выбирать противника. Против защитников Т-34 лучше не воевать. Лучше поехать к СТшкам подраться. То есть эта машина реально прям вот... Анализ сетапа нужно каждый бой проводить. На ней приходится играть так, как будто ты ходишь на работу. То есть, ну, интересная, но сложная. То есть не всем подойдет. Это я так могу сказать. Но нагибать на ней можно. Т-34-ка. Кусок говна, откровенно говоря. Высокое бронепробитие. Хороший урон. Долго перезаряжается. Хорошая точность. Долго сводится. Нету абсолютно никакой стабилизации. Нету никакой брони. Это ПТ-САУ. По сути, Т-34-ка это ПТ-САУ. С возможностью играть от башни иногда, если ты доедешь когда-нибудь до какой-нибудь точки. Но тогда уже враги будут пушить. Короче, мне машина крайне сильно не нравится. Лучше купить какую-нибудь ПТ-САУ. Типа Скорпиона СУ-130ПМ, ВЗ-120GFT. Чем играть на Т-34-ке. Считаю эту машину абсолютно неиграбельной. С точки зрения фарма, наверное, машина неплоха. Шестерка. Интересность игры 1 балл. 1 балл из 10. Абсолютно неинтересно играть, потому что медленная, картонная, жопа горит постоянно. А, ну комфорт игры. Ну, некомфортно. Долго сводится и так далее. Ну, балл от ридом. То есть машина, наверное, одна из худших. Защитник. Машина очень интересная. Очень интересная, потому что простая. Позволяет очень многое за счет того, что высокое бронепробитие. Хороший разовый урон. Отличная вертуха. Но, вроде бы, плохая точность. Но снаряды все равно нормально попадают. Очень много прощает ошибок. Рекомендуется абсолютно всем игрокам, которые не хотят особо напрягаться в игре. Принцип игры очень прост. Зарядился, вышел, дал урон, откатился назад. Даже если получил, ты все равно в плюсе, потому что у тебя самая высокая разовая альфа среди всех танков 8 уровня. Тяжелых, средних и так далее и тому подобное. То есть это круто, это классно. Я думаю, защитник, в принципе, не нуждается в рассказе, в объяснении. Нижний бронелист не пробивается пушками ниже, чем 200 мм пробития. Пробивается в лючки только. Верхний бронелист у нас абсолютный. Невозможно пробить. Башню очень тяжело пробить. Только если попасть в определенные скосы. Бортина у нас прям здоровская, 100 мм. Короче, танк крутой. С точки зрения фарма машина 10 из 10. Наверное, лучшая. С точки зрения комфорта игры машина 9 из 10. Потому что пушка чуток косая. С точки зрения интересной игры на танке. Ну, позволяет он многое. Поэтому интересно на нем очень много играть. То есть, ну, 9 из 10. Прям очень клевая машина. Аналог этого танка это 50 ТП прототип. Машина, по сути, то же самое, что и защитник. Только у которой лучше точность. Лучше время сведения. Хуже бронепробития. Лучше скорострельность на секунду. Но хуже бронирование. То есть пробивается в НЛД. Пробивается верхний бронелист. Вот этот карандаш. Машина хуже бронированный у нее борт. Но атак для скилловиков. Именно если у тебя 55% и выше процентов побед. То эта машина представляет даже более красочный. Более универсальный аналог защитника. Который может играть на всех картах. И на котором более комфортно играть. За счет того, что пушка более комфортная. Поэтому интерес игры здесь, я думаю, 10 из 10. Фарм у нас 9 из 10. Потому что пробитие похуже будет. Комфорт игры 10 из 10. Я вам так могу сказать. Эмиль 1951. Мне лично машина не нравится. Но за счет того, что у нее хорошее бронирование башни. За счет того, что у нее высокая разовая альфа. Неплохая перезарядка. Она достаточно быстрая. То есть ездит со скоростью 45 км в час. Хорошая удельная мощность двигателя. Танк крайне приятен в использовании. Позволяет опять же очень многое. Его универсальность в том, что у него барабан. И углы вертикальной лодки минус 12 градусов. Поэтому я могу сказать так. Машина неплоха. Дешевый снаряд. При том, что альфа высокая. Поэтому с точки зрения фарма 8 из 10. Интересность игры, я думаю, 8 из 10. А вот комфортность игры. Пушка косая. Гореть будет сильно. Долго сводится. Маленькое пробитие. Думаю, где-то баллов 5-6 из 10. Что типа того. Т26,5. Машина комфортная. Интересная. Хороший ДПМ. Высокое бронепробитие. Неплохая точность. Отличная стабилизация. Офигенная. В лучших традициях американских танков. Например, там Паттона и так далее. Альфа низкая. Вот альфа низкая. И хоть ты лопни, хоть ты тресни. Это мешает играть. Машина быстрая. Перемещается хорошо. С точки зрения комфорта игры. Это прям, ну вообще, ну тут. 10 из 10. 100%. Именно комфорт. Фармит она. Неплохо. Хорошо. Я бы даже сказал 7 из 10. Или 8 даже из 10. Но если мы возьмем универсальность, актуальность. Универсальность у нее, да, высокая. А вот актуальность. За счет того, что другие танки обладают более высокой разовой альфой. Ты медленнее, чем другие средние танки. Быстрее, чем другие тяжелые танки. Но не вывозишь в позиционки. Потому что у тебя чуточку где-то не хватает брони в башне. Брони в корпусе. Брони от бортинки отыграть. И у тебя плохая разовая альфа. Если вдруг ты там где-то неаккуратно сыграл. Тебе дали пробитие на 400, на 500. Ты дал на 200, на 300. Ну, короче говоря, сложная машина. Поэтому интересность игры не у всех будет на пиковом уровне. Я бы сказал, что на четверочку. Может, на пятерочку. Ну, то есть машина тяжелая. Она комфортная, она интересная. Она прям вот такая, вах. Хочется на ней играть. Но понимаешь, что, блин, попадешься против защитника льва, будет тяжело. Будет сложно. И, возможно, он тебя развалит. Но машина хорошо фармит. Крайстер КГФ. Танк супер. Офигенный. Просто четкий. Брони много. Он жирный. Он быстрый. Он верткий. То, чего не хватало в ИК-7501, у этого танка есть. Быстрота разворота. Скорость поворота шасси. Быстро доезжая до позиции. Хорош он по скорости своей. Много брони у него. Прям реально броня есть. Они ощущаются. Машину невозможно пробить нормально в башню. Есть только в башенку. И если у тебя прокнет пробитие. И то с голды только. Машину невозможно пробить в ЛД. Машина пробивает столько нижний бронелист. И то с голды. 225 мм бронепробития. Та ладно. 220 мм бронепробития. Нужно, чтобы его пробить. Машина доворачивает корпус. Офигенно бронированный борт. Все в нем хорошо. Есть только один минус. Заднее расположение башни не всегда позволяет тебе играть на рельефных картах. По типу их Алуфа, линиям Энергейма. Но если приспособиться, можно. Зависит от уровня игры владельца этого танка. Много снарядов, универсальность этого танка в плане отличная точность, быстрое время сведения, идеальная стабилизация. Но не такое высокое бронепробитие базовым снарядом, что ограничивает его комфортность в фарме. Однако на голде машина нагибает. Если мы говорим в плане комфорта игры нагиба, то эта машина прям 10 из 10 вообще без вариантов. То есть она рвет даже защитника. В позиционке, то есть против десятых уровней, ДПМ прям высоченный, 2.300. Это если мы не ставим даже ящик скола, если с ящиком скола и ДПМ у нас там вообще по 2.500 улетает. Вот, хорошая перезарядка, хороший ДПМ, точность вполне себе. Однако вот фармит машина, ну не ахти. Скажем откровенно не ахти. То есть снаряд дороговат, учитывая то, что 1000 у нас он стоит, пробитие не такое высокое. С точки зрения фарма на семерочку, я думаю, вот, на семерочку, возможно даже на шестерочку. То есть дорогой снаряд, пробития не всегда хватает, точность компенсирует, поэтому шестерка-семерка. Нагиб десятка, комфорт игры десятка, интересность игры, да, интересно, ну на восьмерку. Восьмерка-девятка даже так. Гусь. Бесполезная машина в текущем рандоме. Идеальная машина, чтобы воевать против танков, которые не стреляют голдой. Но сейчас голда за серебро, все, кто видит гуся, заряжают голду. А с голды эта машина пробивается в нижний бронелист, в щеки, в башню, куда угодно. Танк косой, снаряды у него дорогие, попадать будешь и редко, снаряды дорогие, пробития слабые. ДПМа как такового нету. Если у Крайслера у нас перезарядка 8 секунд, у этого танка 9,5, при том, что у них одинаковые пушки, а Крайслер торчнее. Вроде бы он льготный, углы вертикальной наводки есть, но танк большой. Бортина у него абсолютно не бронирована, 66 миллиметров. С точки зрения фарма машина прям унылая, четверка, где-то тройка, возможно, даже, да, тройку. Интересность игры на нем крайне низкая, потому что машина медленная, 29 километров в час гоняет, то есть где-то, там, я не знаю, тоже тройка-четверка. И в плане нагиба, ну, не, ну, четверка тоже. То есть прям плохая машина, мне не нравится. Есть в ней что-то такое интересное, ВК-168-01П, что дает этому танку, ну, знаешь, некий шарм. В плане фарма танк комфортный, неголдозависимый, и фармить на нем нормально. То есть вполне себе прилично фармить где-то на восьмерку. Комфортность игры на этом танке в плане пушки на восьмерку, а вот в плане бронирования на четверку. И итогово где-то вот шестерка-пятерка. Машина медленная, вроде бы броня есть, но голдой прошиваемся спокойно в маску орудия в щеки, типа мини-маус, пробиваемся в нижний лист катки спокойно. 150 мм у нас бронирование вот этого вот отсека командирского. Короче, играть на машине сложно. Машина выдавалась на халяву. Если бы у меня была возможность ее купить, я бы ее точно не покупал. Поэтому, ну, вот где-то пятерка танк, где-то на пятерку, на четверку, неинтересно. Ну, все тогда. Всем большое спасибо, кто смотрел сегодняшний стрим, ребят. Не забывайте лайк прожимать, а также на канал подписываться. Субтитры сделал DimaTorzok